Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо, что зашли на наш канал и смотрите это видео. Сегодня я хочу вам рассказать о своих впечатлениях к книге «Суламиф», автором которой является Суламиф Михайловна Мессерер. Суламиф Михайловна Мессерер – своего рода легенда балета, которая сопоставима с такими легендами балета, как Гельцер, как Майя Плесецкая, как Галина Урланова. Но ее имя звучит не так часто, по той простой причине, что жизнь ее пришлась на период, который характеризуется тем, что всей стране было не до балета. Соответственно, когда мы говорим о взлетах Суламиф Михайловны, мы должны понимать, что эти взлеты приходились на время, когда балет не был так востребован, когда балет не был так почитаем. Если говорить о книге, то это книга воспоминаний, которую Суламиф Михайловна написала, пребывая в очень преклонном возрасте. Она заканчивает книгу на отметке 92 года, и это ее не конец жизни. В эти 92 года она получила титул дамы Британской империи и была на приеме у английской королевы. При этом она смогла сделать полный балетный реверанс, и публика вокруг пребывала, вообще говоря, в страшном удивлении, как женщина 92 лет может замечательно двигаться. Так вот, если говорить о книге, то книга это книга ее воспоминаний. При этом обычно, когда воспоминания пишут люди, которые находятся в преклонном возрасте, они бывают очень склонны к пафосу. Их воспоминания часто содержат факты не совсем реальные и выдают желаемое за действительное. Суламиф Михайловна в этом смысле до конца жизни, по всей видимости, оставалась женщиной, которая была иронична, которая была реальна, которая никогда не давала оценок, которые не соответствовали действительности. И это очень сильно украшает книгу, это делает книгу по-настоящему интересной. Как книга устроена? Сначала Суламиф Михайловна рассказывает о своей семье, потом она рассказывает о своей танцевальной карьере, потом она рассказывает о своей карьере педагогической. Далее, как мы все знаем, в 1970 году она, как это принято говорить сейчас и тогда, выбрала свободу. И вместе со своим сыном Михаилом эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Конец книги – это рассказ о том, как она смогла устроиться за границей, и как она встречалась с легендами балета, о которых мы знаем очень мало. Она, например, рассказывает о баланчине, с которым она встречалась. Кстати, она видела живого баланчина. Она рассказывает о том, как она, вообще говоря, общалась совершенно запросто с тем же самым Аштоном, с тем же самым Макмиром, ну и так далее, и так далее. Ну и, как я уже сказал, заканчивается книга тем, что она получает титул данной Британской империи, и это замечательно. Начинается книга с рассказа о семье. Семья МСРР на самом деле – это семья, которая не может не потрясать. Потрясающим в этой семье является все. Потрясающим является отец семейства, который смог получить диплом в Российской империи. Да не просто диплом, а диплом стоматолога. Более того, он не просто получил диплом стоматолога, но даже, минуя черту оседлости, смог перебраться в Москву. У него было девять детей. Двое детей умерли в младенчестве, и их могло бы быть одиннадцать. Все из этих девяти детей – люди совершенно выдающиеся. Начиная ее самым старшим братом Матане, и заканчивая ее младшим братом Александром. Мы не будем подробно перечислять всех ее родственников. Родственников у Сологи Михайловны было действительно очень много. А еще у всех этих родственников были дети. Более того, все дети родственников, все дети братьев и ее сестер – это люди, о которых мы сейчас тоже очень хорошо знаем. В общих чертах нельзя не рассказать о том, что в семье Миссерер, как в капле, отразила вся история России. Ее старший брат, который был ученым, оказался в 1937 году под доносу собственной жены в тюрьме, и после того, как отсидел срок, очень быстро умер от туберкулеза. Помочь ему, к сожалению, они не смогли. Ее брат, второй по старшинству, был легендарным режиссером, работал в театре имени Ермолова и главным режиссером довольно-таки долго. Но больше всего он любил, конечно, второй Ухат. Когда стало известно, что второй Ухат закрыт, он, к сожалению, получил инфаркт и вскоре после этого события умер. Ее сестра Елизавета Елишева долгое время была успешной актрисой, но, к сожалению, на нее упала, опять же, печать НКВД, и в скорости она покинула театр и довольно быстро скончалась от рака. Если говорить о балете, то самыми интересными ее балетными родственниками является ее старшая сестра Рахид, которая стала матерью Майи Плесецкой и Азария Плесецкого. Это танцовщики, которые навсегда останутся в мировой истории балета и, возможно, будут в этой мировой истории балета на самых верхних строчках. Кроме сестры Рахили, которая к балету напрямые отношения не имела, у нее есть совершенно потрясающий брат. Асаф Мицерер, человек, который был приимом Большого театра, человек, который сделал несколько не просто успешных постановок, а был хреброфом с большой буквы и который, по большому счету, вдохновил ее на поступление в школу Большого театра. На это поступление ее отвела будущая мать Марии Плесецкой и ее сестра Рахид, которая была к тому моменту успешной актрисой немого кино. Она же всю ночь шила ей плачку. Ну и вот так состоялась, вообще говоря, карьера с Фоломиф Михайловной, которая долгое время танцевала вместе с братом, которая оставила очень-очень много приятных воспоминаний и у зрителей, и у ее благодарных учеников впоследствии. Ну, конечно, нельзя не сказать о судьбе ее сестры Рахи, которая была арестована вместе с мужем Михаилом Плесецким, отцом Моей Плесецкой. Отца, конечно же, расстреляли сразу. Мать была отправлена в лагеря и очень быстро оттуда вернулась вместе с маленьким Азарием, которого она взяла в тюрьму и который родился буквально на момент ареста его отца. И сделала это Фоломиф Михайловна благодаря тому ордену, который ей выдал товарищ Сталин и ее походам многочисленным к наркому Меркулову, которого она смогла убедить в том, что жену и ребенка стоит освободить. На этом, наверное, можно рассказ о семье завершить. Давайте поговорим о танцевальной карьере Фоломиф Михайловны. Фоломиф Михайловна очень рано начала танцевать ведущие партии. Ведущие партии она танцевала не потому, что ее на них назначали, а потому, что она занималась тем, что подменяла балерин, для которых создавали эти партии. Она все время проводила в Большом театре и знала все партии наизусть, поэтому могла войти в спектакль, что называется, с ноги, без репетиции и делала это очень и очень хорошо. Далее стоит отметить, что достаточно быстро ее брат Асав взял ее на международные гастроли, которые, по сути дела, стали для нее такой школой, которую она им не потеряла в течение всей своей жизни. Сначала они отправлялись в Прибалтику, где, например, за ними наблюдал Виктор Д'Андре. Почему Виктор Д'Андре, как вы знаете, это импресарио и некий, в неком смысле, муж Анны Павловой наблюдал за ними. Асав Миссалер долго танцевал с самой Анной Павловой, и он хотел его заполучить для международного турне. Так вот, потанцевав в Прибалтике, они объехали весь мир и даже выступали в Париже. В Париже Савануф Михайловна встретилась с Кшесинской, даже ходила на ее мастер-класс и смотрела, как она преподает. Причем не только Кшесинской, но и, например, Преображенской. Далее они вернулись все-таки в Советский Союз. Довольно странный поступок, как тебе представляется. Но, однако же, они вернулись в Советский Союз, и сразу же здесь началось то, что началось в Большом Театре. В Большом Театре в то время, в 30-е годы, происходила пересадка. Все спектакли, которые ставились в Петербурге, переносили на московскую сцену. Это, прежде всего, касалось и спектаклей, где музыка была написана Шостаковичем. Ну, изначально, как вы знаете, все вот эти балеты, пламя Парижа, ну, то есть целый ряд светлых ручей, это то, что сначала ставилось тогда в Ленинграде, а потом переносилось в Москву. Вместе с московскими хореографами, вместе с московской, вообще говоря, вот этой вот всей штукой. Единственный, кто остался в Петербурге, остался ему верным, и сделал так, что Петербург остался одной из главных балетных столиц, это была Агриппина Ваганова. На самом деле, переехали практически все, вот в этом смысле переехала та же Уланова, ну, и другие, 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 другие танцовщики. Довольно ловко Ассав, Несерер и, собственно говоря, Соломиф Несерер заполнили афишу Большого Театра. И до войны, и сразу после войны, они были самыми востребованными танцовщиками. Таким образом, Соломиф Михайловна получила не только Орден Знак Почета за номером 4000, но и Сталинскую премию. И я думаю, что нет никакой другой дамы Британской империи, которая бы получила, кроме Ордена Британской империи, еще и Сталинскую премию. Так вот, танцевала она совершенно блестяще. И что интересно, Соломиф Михайловна была неким хранителем того, что принято называть Московской школой. Мы очень часто говорим о том, что балетная школа России – это Агриппина Ваганова. И тем самым совершенно несправедливо забываем педагога, который вполне себе составлял конкуренцию, вполне себе составлял вторую школу. Это, знаете, вот как есть Станиславский и есть Михаил Чехов. Так вот, есть Герт и есть Ваганова. Но то наследие, которое хранила Герт, оно полностью утрачено. Но у Герт очень много того, чего у Ваганова утрачено. Знаете, начиная тем, как держать пальцы, балерине в кардабалете, и заканчивая основными тренинговыми упражнениями. И в этом смысле ее наследие, наследие Герт, полностью утрачено после отъезда Соломиф Михайловны. Это то наследие, которое уехало из России, из-за границы. Танцевальная карьера Соломиф Михайловны закончилась довольно-таки рано. В 40 лет ее попросили отправиться на пенсию, и она стала балетным педагогом. Далее она стала как-то обустраивать свою личную жизнь. Личная жизнь у нее была довольно-таки сложной. Она сначала вышла замуж за друга своего старшего брата, с которым рассталась во время войны. И после войны с ним так и не встретилась, и в общем их общение никогда более не происходило. Далее она вышла замуж за Левитина. Левитин в тот момент потрясающий герой, а аттракционы летающие мотоциклы. Соломиф Михайловна, например, устроила его дочь в балет, и она стала впоследствии женой первого Спартака Большого театра. Так вот, жизнь с этим господином Левитином, который покончил с собой при странных обстоятельствах, у нее сложилась драматично. Но в результате этого появился сын Михаил, который важен для нашего рассказа и важен вообще говоря для истории балета. Но вот тем не менее, если вкратце, ее личная жизнь не такая интересная, как, например, у Балины Лановой, у которой было мужей, ну, наверное, десятка три. Вот, ну, вот она такая. Далее Соломиф Михайловна посвятила себя педагогике. Причем она поставила балет в Японию, она поставила балет в Китае, она поставила балет в Турции. Наверное, трудно найти страну, в которой она не преподавала. Знаете, раньше совершенно справедливо балетмейстеров называли балетных педагогов, а не хореографов, как сейчас. Так вот, эту культуру балета, которая есть в мире, несла Соломиф Михайловна. Несла довольно-таки долго. Несла она ее от имени Советского Союза до 1980 года. Здесь, опять же, возвращаемся к ее сыну. Ее сын, прим Большого театра, очень быстро тоже ушел в педагогику. Он протанцевал буквально пару лет, далее получил образование и стал заниматься педагогикой. Довольно странный с некоторой точки зрения выбор, особенно учитывая, что его двоюродная сестра Майя Блесецкая в тот момент была всю и была везде. Но, тем не менее, Михаил решил стать педагогом. Кстати, в Синдейный СРР есть еще один балетный педагог, человек, которому мант обязан своей балетной труппой, который эту балетную труппу очень долго развивал. Ну, так вот, в 1980 году она выбрала свободу вместе с сыном. Они одновременно оказались в Японии и попросили политическое убежище в США. Так начался некий новый период в ее жизни. Говоря об эмиграции Суламива Михайловны, нужно отметить, что балетные танцевщики и вообще балетные люди, связанные с балетом, уезжали всегда. Можно вспоминать, вообще говоря, отъезд той же самой Павловой, Корсайсиной, а можно говорить о новом времени. К тому времени Советский Союз уже покинул Годунов, уже покинул Нуреев, уже покинул Барышников, уже покинула Наталья Макарова. Ну и список достаточно громкий, долгий. Там Козловы только что уехали. Поэтому никто по большому счету не удивлялся. Удивительно было то, что Суламив Михайловна, которая имела все возможные ордена, которые можно было ей дать, все блага Советского Союза, которые, вообще говоря, в природе существовали, уехала. Уехала она, конечно, не из меркантильных соображений. Я не очень верю в то, что она делала это из протеста против войск в Абганистан. Скорее, она просто жаждала профессиональной реализации для себя и своего сына. Отъезд ее оказался практически бесполезенным. На деньги Толстовского фонда она получила первую свою квартиру, из которой они с сыном переехали уже буквально через 2-3 недели. Далее она очень много работала у Люси Чейс в американском балете, а потом перебралась в Британию и, по сути дела, создала во многом школу Коингардова. То есть она репетировала, ставила танец танцорам, которые потом составили славу для Аштона, Макмиллана, ну и так далее, так далее, так далее. Значит, об этом периоде в книге рассказывается не очень много, но очень красочно. Например, совершенно уникальные воспоминания о встрече с Баланчинами. Знаете, вот Баланчин это человек, который, ну то есть вот Баланчин получил свою фамилию от Дягилева. Дягилев придумал ему фамилию. Но настоящая фамилия Баланчуаса. Баланчин это, знаете, как вот для современной молодежи пострелять из пистолета Дзержинского примерно. То есть Баланчин это живая легенда. И тот факт, что Баланчин действительно очень сильно душился. Что он подбирал духи для своих балерин. Ну, вот такие милые, забавные казусы, как и то, что он очень любил картофель. И даже требовал, чтобы под его окнами росли картофельные саженцы. Ну, конечно, самое важное это то, как Баланчин вел свои уроки, как он ставил свои балеты. Значит, то, как она учила нормально, то, как она, вообще говоря, общалась с Саштоном, ну, это уникально, непередаваемо, совершенно замечательно. Это создаёт некую атмосферу книги. Ну, и в конце я хотел бы сказать, что она стала не только данной Британской империей, но и она стала бабушкой совершенно замечательной внучки. На фотографии её внучки и сына я просто советую вам посмотреть в конце. Большое спасибо. До свидания.